итак привет с вами топ-кай мы продолжаем играть за ост-азию в кайзерайх если вы еще друг не подписан если подписывайтесь а мы же успешно спасает германию уже и птирую францию скоро вполне себе капитулируем я чувствую россию в общем мы так сказать мировая полиция уже видимо любом случае продолжаем нам нужно добить интернационал мы сделаем это сегодня и начнем уже войну с антанты я полагаю в которую на самом деле уже вошла германия но мы пока между ними и не воюем если вы снова не хватили территорию мало что может этим поделать не что ахуели много чего с этим могли бы поделать мы очень много чего могли бы с этим поделать там все раскидывать какие-то претензии кучу все хотя может здесь можно за австралазию поиграть интересную партию блин нет них это фокусов нихрена нету но может стать комментариев если это вдруг интересная на самом деле страна как выглядит как будто не совсем но может там что то есть не знаю о имя разбегали слава богу конвои почему-то было ноль и но это классика классический бак конвоев теперь можно жить обратно и мы кстати говоря начинаем присаживаться по авиации видите здесь немножко не хватает это конечно же по той простой причине по той простой причине что у нас вот здесь вот новые самолеты эффективность просела из-за этого конечно немножечко посели и финальные цифры но можно начинать вручную вот здесь вот потихоньку пушить вроде как проблемы я в этом не вижу да мы действительно вот только одна дивизия конечно не пропушим всю эту толпу но кроме этого да здесь отлично начинаем сейчас небольшое окружение создавать пунктом снабжения вот атаковать дубы достаточно легко и просто мы здесь перевернем ситуацию германия получит обратно свою промышленность своих людей вот это мне очень не нравится а подожди америка америка не воюет с германией это неплохая новость хоть и наверное в один момент это изменится и вот здесь небольшое окружение и здесь мы тоже вот вот сейчас я думаю окружим французские силы пока есть а вот и какая неплохая французская армия я бы сказал и британские тоже войска здесь есть подают в окружении он верен нашим невероятным . достаточно простым и обычным действием но и начинаем уже здесь возвращать прям последние территории скажем так и поджимать французов по максимуму формы их просто швейцарии подожмем и царя проход французам не дает рейс на их войска будут уничтожен и из 4 с лица точнее мы их возьмем в плен и будем обращать не позже низкая конвенция и серия османская перри копировал нет серия капитулировала османы до в антансе я чувствую что застанет очень неприятные сразу после мира но мы кое-как этому готовы я готовлю еще дополнительно пропеков для одновременной войны везде в общем и вот еще одно окружение ему же почти что вышли на до военных границ осталось совсем чуть-чуть почему так что крылья энергию атома и а почему бы нет причем вы это колония германии базе не начала бы делать ядерные бомбы в общем то мы уже давным-давно не колониям уже давным-давно ключевая часть германии наверное и я еще не добил францию я не брал париж они капнули видимо у них одежка войны ну да 0 а может их она их наверное вот италия под захватила франция здесь под захватила вот у них и пропало желание вообще воевать они уже издались а а я еще ждал то обучиться скажем так моим ребятам чтобы и это все и уже готовил какое финальное контрнаступление здесь уже все и самолеты использовал ладно ладно похоже вот так вот она и будет и теперь нам нужно думать делать британии господи уже 54 миллиона потерь огромные просто числа я потерял уже 19 миллионов там уже так все расстройках и службы еще плюс мы захватываем потихоньку восточной территории а здесь тоже население и немало и это население тоже просто теряется вообще примере пока что мы тут где-то еще одну дивидию сами потеряли ну говорится тут никто не застрахован потому что я просто на агрессивном плане запустил им все захватывать здесь и слишком мало я об этом против слишком сильно думал окей окей оставим выездку британию ой смотрите-ка французской капитуляции у нас просят передать территории германия ну ладно 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 так быть так и быть и живите свою францию почувствую британские войска которые здесь остались чувствую себя невероятно преданными сейчас французами еще где-то говорит спасибо господи за французскую армию ну а мы их здесь вайпом просто уже екатеринбург пал смотрите да мы действительно очень-очень уверенно идем на запад здесь в россии россия очень много теряет здесь и промышленности и людей и там на севере капнула также норвегия интернационала практически не осталось только британский союз и чили чили просто чили так говорится спаде воюет с этим при этом все за всем миром но но они начали им еще а вот разделение мира смотрите-ка а галадию мы не можем взять францию макси говоря можем взять или давайте себе сделаем так сказать небольшие колонии в европе и мы сможете забрать действительно много есть в этом очень важный смысл бы антанта не воевал сейчас германии ну а еще я бы сказал что сейчас уже идет перекройка того кто в германии командует и кто чья колония как говорится целом технически там и все еще в рамках одного государства находимся хотим и типа как бы такое колоняльное правительство но фактически то все еще все германия и я предполагаю что наш мюкки вполне себе если так сказать дальше пофантазировать мог бы учитывая огромную популярность он спас берлин он спас фронт он спас вообще-то всю германию всю металях метель европу в общем-то все что можно он спас я предполагаю что он мог бы сам сейчас стать канцлером но опять-таки это фантазия которая в игре никак реализован это не будет так что ладно но после военное время мы это можем представить легко и вот она мы уже касаемся берегов британии что-то правило очень много самолетов поэтому враги теряют было вот 200 общее число страшное количество их авиации ну да я думаю сейчас просто пробежим сидеть буквально не думаю что здесь возможно хоть какое-то сопротивление учитывая только не войск потеряли насколько наши войска на самом деле хороши мы исправим все шутки а по моему фраза про он там ну ладно любом случае просто быстренько захватываем все британию и британский союз капнул а это значит что для нас пора забирать здесь все территории самое что как обычно забавная на то что мы вроде как не будем их выделять как марионетки потому что мы сами марионетка невероятно правда да и мы просто забираемся весь интернационал только тот кусочек франции остался на германии теперь у нас будут очень удобная граница для войны сантанты но мы не спешим в сентокс я так понимаю вот эти войска будут байп ну то что ли непонятно так или иначе ну что здесь ведь на нашей территории войска противник вот этих ребят теперь мы просто едем помогать здесь достаточно очевидно и не третий крик да ну в общем то он начался уже раньше они раньше воевали только как бы ивента не было но ничего вот он уже механизирован армия по сегодня подготовиться до переходим на армия подороже потому что у нас ресурсы на это есть и начинаем мы нашу помощь против московского пакта вайпом торби в общем то по моему после скопья на них ложные плюры а если нет то мы сейчас поможем да прекрасно раз наша компания на балканах начинается буду блять в германии начинается отвал жопы из-за того что там микро высадка если все будет совсем плохо так и что зайду войну но пока постараюсь закончить сначала войну на востоке и начинает наш авиация работать по снабжению чтобы простить нам это 19 урона по ж.д. здесь 120 ж.д. орудий она простить чтобы нам здесь наступление и следующая цель у нас болгаря но в румынии мы также начинаем уже атаку о и нас я вижу поддерживает по всему фронту примерно вот еще австрия чем-то так они поняли что надо ловить момент и до 10 на момент она ловить здесь тоже начинаем атаку и кстати говоря венгерские силы австро-венгерский на общем-то австрийский техническим что если он что-то австрии теперь неплохо атакует ну опять таки есть в этом некоторый секрет скажем так и критка табриса это карла ладно то то что у нас здесь куча авиации мы очевидно очень сильно помогаем во всех всех битвах и вот падение бухареста здесь еще падает болгария наши войска опять ставят германию опять спасают ситуацию но нам не привыкать и вот был горяк капнула дается гореться оттуда направляем конечно же одну армию вот этого парня до а вторую можем отправить я думаю на украину дали беларусь нам нужно пробиваться дальше и я здесь немножко перегруппировал со своими войсками на востоке потому что они слишком сроком фронта начали идти но теперь вроде как все отлично начинаем усиленное наступление на грецию здесь есть некоторые проблемы с антантой но против переживут и также думаю можем начать с наступление уже вот здесь на балтику мы уже начали здесь уверен наши войска двигаются здесь тоже и даже германия начинает поддерживать нас наступление и смотрите германия как я и говорил остановила свои людские ресурсы и чуть-чуть промышленные конечно до наших им далеко технически не так далеко но как бы то тем не менее все равно германия вновь стала хотя бы нормальной страной и вот мы зажимаем российскую империю как атлету в бургере и вообще-то у них ноль поездов уже все выбомбили 22 миллиона потерь невероятно много вода балканы мы очистили полностью от противников остается ли шантанта и россия или мир между германией россии какой-то скриптовый видимо не знаю это меня частично расстраивает ведь мы буквально всю россию просто истоптали и очень очень много ресурсов из нее вытянули ахните обезжиренная нация видимо они все-таки сделали да вот московский какой-то договор новый еще больше они территории походу отдали странно не знаю мне кажется германия бы лишила каких здесь портов тоже россию и кажется было бы пожестче пожестче намного договора когда и здесь все было плохо захвачено осталось лишь вот такая вот россия отступать то некуда это даже не пресс литовский мир ну ладно а ну и кто зашел в красиво альянс к говорится увы вы теперь и лететь у нас небольшая передышка войска быстренько по позициям разбегаются нам нужно готовить поиска к индию здесь вот выставка уже готова и также война на европейском африканском театрах и смотрите то ли уже вообще высаживается в африке в общем ребята и без меня вроде как справляются но конечно мы обязательно поможем и у нас уже здесь готов флот вы мы в первую очередь флот здесь использовать конечно ну что нужно сначала себя обезопасить а потом уже смотреть какие регионы а здесь механизм верная армия будет сейчас это индия пушить это оставил европе на всякий случай еще одна пехотная европе я думаю можем вступать войну моментально начинаем здесь пушить как наша армия будет 18 проникаешь на уже пробивается уже очень позднее срок но если вдруг кто-то будет без поток какого-то в дивизии или без того мы конечно их ну вас будет счетов против них хотя и без щитка нашей дивизии крайне сильны в первую очередь за счет харнеса то есть наших мех дивизии в общем-то заменить техники 68 то на 68 процентов больше чем пехоты поэтому они получают очень много именно урона противотанкового следовательно дивизии в среднем не имеющие против танкового урона не наносит этим дивизия никакого урона вот и вся магия наши наши раб здесь воюют куда он едет а припоит иначе раз потихоньку разберемся со всем флотом противников высказка тоже успешная дается лишь наверное сделать вот так хватаете сами дальше все я предполагаю что достаточно быстро по идее мы должны а ведь их капитулировать по идее вот такая по инсулинде прекрасно что мы высадились на всех островах плюс-минус вроде как нам даже здесь не надо будет слишком много сниматься ерундой и добивать их везде только какие-то вот войска и что по индии по индии все прекрасно только мои войска отказываются брать в пункт освобождения поэтому все не так прекрасно но но когда они поймут что их надо брать вас нет вообще шикарно поварите тура все шикарно валюта мы уже давно взяли нам только нужно как-то пожалуйста возьмите сходите пункты снабжения ну господи ну будьте вы людьми ну надо же захватывать надо но я начинаю понимать что чтобы эту войну закончить нужно капнуть говоря америку ну и очевидно корей в скорее всего канаду и францию а у меня здесь войска решили приколоться так казуальненько говорят хехе а давайте мы из снабжения сдохнемся блин это они хитро придумали сразу даже и не понял а мы не успеем уже выйти да да с на сф скобочках огузки взяли и слили все что у нас было тут механу направлять не буду я закончу хотя закончим здесь может высажусь механом и закончу то войну а может пехота здесь так или иначе думаю можно эту серию под закончить мы полностью выбили интернационал полностью выбили россию теперь стала около демократически на на общем воевать наверное уже не будет но конечно немножко странный мир всем еще территории и просто договор ну ладно допустим в азии уже начали бить антанту в африке скоро тоже начнем бить этот хотя вон сюда мы наверно высадимся посмотрим так или иначе своем блоге подписывайтесь и еще друг не подписаны лайк и комментарий твич скоро допустим все обычно и до скорых встреч всем пока